Я думаю, что да. Ты говорила, что можно в скриптах использовать. Там какая-то динамическая ссылка, потому что мы же качаем, да? У нас файлик в библиотеке, обычно там с динамическим каким-то именем, в конце там мусор из версии, да? Нет, там не динамическое имя. Обычное имя. В большинстве случаев, когда качаешь библиотеку, ты получаешь на выходе файл... Стандартное имя. Это все зависит от создателей плагина. Конечно, кто-то может написать плагин так, что у него это имя будет постоянно меняться. Это ненормально. Но так как Бауэр во многом опирается на создателей плагина и во многом опирается на ваше решение, то он на самом деле делает очень маленькую работу. Во многом нужно доверять авторам. Да, и апгрейдер еще. По сути, да. Что у нас тут есть? Ха-ха-ха-ха. Пароль. Так. Значит, ну, я думаю, что мы просто можем попробовать установить несколько плагинов и посмотреть, как это все работает. То есть, Bower на этой машине уже установлен. Мы сейчас находимся в домашней папке. Так, ну, не будет. Куруточку. Так, зашли. У нас пустая папка. Делаем Bower.need, который, по идее, нам должен создать файл. Так, он спрашивает имя. Соглашаемся. Соглашаемся. Описание, которое мы будем вводить. Main файл. Здесь можно указывать список главных файлов. И в основном это потом используется некоторыми плагинами для гранта, чтобы он знал, какие именно из всех тех файлов, которые мы скачали, использовать. Пока это пропустим. Все. Наргалисты имеют в виду что? А, да, гидер, но. Ммм, не совсем. Это когда ты будешь на своей тачке ставить чей-то Bower компонент. Вот. Он будет тянуть только те файлы, которые не указаны в ингридипозиторе. Ну, опять же, как вы то говорили, про исходники, если есть какие-то исходные файлы, они могут указаться в ингридипозиторе. И вновь. Да. Как файл называется? Вот пока наш Bower файл. Значит, в нем пока никаких dependencies не прописано, потому что мы еще не чинем от мира. Так, значит, например, мы хотим установить какой-нибудь план. Например, select, select one. Если зайти на страничку Power, а тут у нас есть две большие кнопки на GitHub и на SearchPackages. То есть здесь можно удобно найти пакет, который вам необходим. Вот, значит, что у нас тут нашлось? Нашлось просто select two для Angular и для Bustrap. То же самое мы можем получить, если тут сделаем Bower. Значит, сейчас поднимемся наверх. Вот, тот же список получается. Значит, делаем теперь... Select two у нас зависимо от jQuery. То есть, по идее, Bower тут же вместе с этим плагином установит нам jQuery. И не забываем написать save, чтобы сразу обновился наш JSON-файл. У тебя есть как бы save, то чтобы данный был установлен? Оно просто скачает, но не обновит файл. И вам нужно будет туда ручками написать. Так, значит, что у нас произошло? Давайте посмотрим с самого начала. Значит, вначале давайте зайдем на GitHub и посмотрим, как вообще этот плагин выглядит. Да, вот, значит, сразу ссылка, откуда его Bower качал это, собственно. А, значит, в самом низу, нет, не в самом низу. Там вверху Bower. В самом верху Bower. Ну, он четвертый. Вот, кстати, есть и компонент JSON, который для другого сборщика. Так, значит, это файл, по которому Bower ориентируется. Прописано имя, версия, и вот в dependency способен jQuery. Поэтому вместе с select-to нам сейчас еще и jQuery теперь. А в мейне это типа, за которым он качает, да, то, что будет еще мобилизация? Нет, в мейне это не то, что качается. Качается это все то, что лежит в этом репозиторию. Мейн это такое негласное согласование, что это файлы основные. И очень часто на этот мейн раздел опирается некоторые плагины в гранче для сборки. Ну, или, например, в гранче. Так, может, уже установили. Давайте посмотрим, что оно тут нам поустановило. Значит, в начале оно пошло качать select-to. Значит, определило, что оно не закешировано. Bower умеет кешировать. И, ну, это такая фича, которой я не пользовалась. В принципе, если вы качали уже этот плагин когда-то, а потом вы находитесь где-то, где у вас нет интернета, то у вас получится его установить. Значит, качает его. Потом он качает jQuery. И в конце показывает нам дерево зависимости, что select зависит по jQuery. Давайте посмотрим, что у нас теперь в списке. Значит, у нас появилась папочка Bower Components. И посмотрим на наш файл Bower.json. Он обновился и сюда добавился select-to, который мы установили. Значит, в Bower Components у нас теперь две папки jQuery и select. В них, собственно, лежит содержимое GIT-репозитория, соответственно. Теперь то, что я вам говорила насчет масонри и идеи компонентности. Думаю, это уже будет очень хороший пример. Вернемся на Bower. Значит, идем тут на Сомри. Так, нас перебрасывает на Сомри. Смотрим тут Bower Json. Значит, вот здесь в зависимостях есть две библиотечки. Одна вот этого же производителя, который масонри производит. Вот этот GIT-сайз. И Alt-layer. Ну, честно говоря, я не знаю, с чем он там работает. Но, получается, если полезть вот в этот масонри.js, он без этих компонентов. И очень часто, ну, то есть было такое, что человек просто пытается обычным образом с гитхаба качать масонри. Оно у него не работает, он не понимает почему. Дело в том, что ему не хватает этих библиотек, которые указаны в Депендентсис. Вот, на Bower он ставится очень, очень просто. Если Bower удаляет систему, он за собой почистит все? Он не может за собой все почистить, это же часть ваших проектов. Вот, вот, у Bower используете его многих проектах. То есть даже если у вас удалится папка Bower Components, это не страшно, потому что всегда можете делать Bower Install, и вам все эти плагины заново поставятся. Вот, значит, масонриста стыну с собой все свои зависимости. То есть вначале, ну, давайте сразу на дерево посмотрим. То есть вот масонриста вначале поставился, у него две зависимости потом большие. Причем зависимость Get Size имеет еще одну зависимость Get Style Property, еще один компонент зависимости. А вот Layer у него тоже куча зависимостей. Значит, что тут можно увидеть, что, например, вот здесь вот есть Get Style Property, и вот здесь есть Get Style Property. То есть если бы это была бы древовидная система Dependencies, то у нас поставилась бы, ну, как NPM, например, Стали, поставилась бы два раза Get Style Property. Но Bower плоская система зависимости, поэтому Get Style Property поставился только один раз. Давайте посмотрим Bower компоненты наши, что у нас тут теперь есть. У нас со старой установки есть jQuery и Select To. Все остальное потянул за собой масонри. То есть вот он скачал сюда и все свои зависимости. При этом Get Style Property только один раз скачалось. Вот, значит. Последнее, что можно посмотреть, это как работают, например, Bower и Grand File. Я покажу в нашем проекте. У нас используются и Bower и Grand File. То есть просто посмотрим Grand File нашего проекта. Значит. У нас есть плагин, вернее. Бауэр Копи. Мы указываем ему список наших плагинов, которые у нас в Бауэр Компоненте установлены. Да. Ну, то есть тут у нас сделано так в гранте, что приходится их прописывать мануально вру. То есть вручную мы не используем вот этот main-свойство. Для того, чтобы мы его начали использовать, а потом в одном из файлов оказалось, что в main указаны только минифицированные версии, а нам сейчас пока мы на дэйве, нужно все не минифицированное. В общем, как бина разработчиков плагина, и получилось, что мы указываем вручную. Ну, значит, вот пути указаны, например, к реклету, к реакту, к лоудэш, ну, и ко всем остальным плагинам, которые мы используем. Ну, то есть в Бауэр Копи копируют эти файлы в дэст папку, потом мы их конкотенируем, ну, и там грант образностного делаем. Про грант в тот раз мы поговорили вроде бы. Ну, в принципе, все, я думаю. Все? Да.